всем привет меня зовут ольга я начинаю снимать свой очередной вязальный влог так как в прошлом влоге я говорила уже что мне пришли три заказа и мне нужно их будет связать и конечно же все свои работы которые я в наличии вязала я отложила так как заказы конечно же в приоритете ну естественно у меня не получалось снимать влог я не снимала где-то больше недели может быть около двух даже недель и за это время мне есть что вам показать опять же я снимала до этого видео которые выйдут два влога я их даже еще не смонтировала снимаю как говорится в стол и надеюсь что я закончу эти заказы и смогу выделить время чтобы их смонтировать и выложить на канал выгрузить я конечно же не теряю надежды что у меня будет все-таки время поэтому я снимаю я помню канале помню что вы ждете мои влоги поэтому вот так но пока пока так и опять же хочу напомнить что канал частично переехал в группу вконтакте для того чтобы у меня была возможность не потерять вас и также чтобы вы меня не потеряли на случай блокировки ютуба вообще в россии если роскомнадзор заблокирует youtube для навсегда меня найдете там в группе сейчас конечно пока я выполняю заказы я немножечко приостановила выгрузку там видео которые были я хотела по порядку их все выгрузить туда сначала вообще моего ведения канала немножечко мне не хватает времени и сейчас я опять же закончу свои заказы и продолжу выгружать туда видео а потом начну уже и новые туда публиковать так как и сразу еще хочу сказать то что некоторые девочки пишут что пропали мастер-классы с канала до некоторые мастер-классы я выгрузила туда в группу а здесь закрыла доступ чтобы избежать блокировки по авторскому праву так как не работали эти видео так как они были выгружены и там и тут поэтому если вы какой-то мастер-класс потеряли на моем канале то найти вы можете его в группе вконтакте но пока девочки так в случае блокировки я полностью перееду туда и в дальнейшем девочки если какие-то другие мастер-классы здесь будут закрытым доступом если вы их не найдете здесь на канале то они выставлены там в группе вконтакте поэтому хочу предупредить что никакие мастер-классы не потеряются они будут в доступе только на другом сайте ну такой технический момент я должна была озвучить чтобы не отвечать каждому в комментариях и хочу приступить рассказать тоже у меня начало вязаться и что связалась у меня за это время готов полностью комплект я его во влогах в прошлых не показывала так как я его быстренько начала и быстренько связала это был повтор того что есть в наличии костюм только другим размером эротичный цвет и штаны такие серо-бежевые но сейчас я вот ближе к концу влога я все расскажу и покажу что готовое в конце вот здесь у меня на столе лежат штанишки тоже эти штаны от комплекта который идет у меня под заказ комплект такой новенький для моего ассортимента мне прислали фотографию попросили повторить поэтому естественно я не отказала я всегда люблю когда что-то новенькое мне присылают когда на какая-то новенькую модель можно повторить во первых это хороший шанс разнообразить свой ассортимент разнообразить свою работу так как одно и то же конечно скучно вязать поэтому я всегда берусь с удовольствием за такие заказы это получаются здесь такой пол комбинезон чик штаны с высокой посадкой здесь идет посадка до груди то есть правда самих подмышек такая широкая резинка и будут лямочки здесь я уже провязала немножко спинку и вот такие будут лямочки здесь еще я не закончила здесь будут пришиваться пуговички не помню надо посмотреть на той фотографии 1 или 2 здесь пуговички и здесь вот расположу я их будет вот так вот лямочки застегиваться я как-то давно такое вязала даже у нас есть с вами мастер-класс на такой пол комбинезон только здесь идет рисунок платочная вязка а у меня здесь двойной рис попробую оставить под видео ссылочку на этот мастер-класс но это я оставлю конечно же с расчетом то что я буду выгружать это видео на youtube вконтакт я тоже выгружу это видео когда дойдет до него очередь но не знаю посмотрим получится ли у меня выгрузить туда и ссылку как-то наверное нет просто поищите его в ленте если я его выгрузила этот комплект рассчитан на 74 размер это 69 месяцев по стандарт вот таких отворотов он получается конечно на пару месяцев подольше его можно будет проносить также здесь вот я всегда делаю по две пуговички чтобы был была возможность ее перестегнуть и тем самым увеличить высоту но посмотрим как сделано на той картинке посмотрим может быть я сделаю ветве здесь у меня идет как всегда отвороты я еще не заправлял кончики поэтому он там у меня спрятанный здесь идут вот у меня при бабочки по штанинам из провязанного ставится уже здесь идет у меня росток тоже есть вот между вот этой рисунком и резинкой все как положено здесь вот кстати можно видеть его здесь вот такой шовчик у меня идет и он выше чем перед это значит что здесь идет росток поставиться здесь тоже присутствует обязательно на конечно нужно многие кстати сталкиваются с такой проблемой как вывязывание вот такой ластовицы именно на таком узоре кто девчонки вязал по моим мастер-классом как я именно так как я провязываю свою ластовицу я сейчас объясню как я здесь и и провязываю потому что я вижу много таких комплектов вяжут штанишки именно таким узором и нет ластовицы я понимаю в чем проблема то что ее достаточно путано здесь рисунок а вывязать чтобы еще были у бабочки у меня я обычно здесь делаю набираю 3 петли и следующие 4 петли то есть одна петля у меня идет 4 на регланную линию как по здесь он провязывается как по типу реглана но на этом узоре здесь такое не получится здесь я эту серединную петлю реглана убираю и делаю у бабочки просто подряд то есть между ними я не провязываю там изнаночную либо лицевую как я иду здесь 2 вместе изнаночная то есть петля этой реглана и 2 вместе а в этом узоре просто я делаю 2 вместе 2 вместе то есть я вот эту лишнюю петру петлю даже не набираю здесь я как зависит конечно от размера но я набираю 3 петли и 3 петли и просто начиная их подряд убавлять тогда рисунок не сбивается вы здесь по 2 петли убираете и он просто складывается как и положено надеюсь я вот так быстренько объяснила и думаю вы поняли но не поняли но это конечно нужно тогда подробный мастер класс сейчас пока времени но у меня нету но я думаю кто девчонки экспресс мастер-классами пользуются я думаю вы поняли о чем я говорю поэтому вяжите обязательно ластовицы и вяжу я из пряжи alize lana gold fine это номер цвета 583 хорошая пряжа начала она знаете как достаточно хорошо мягчать я уже давно заметила но из-за того что она помягчала как-то производитель ее начал по другим технологиям наверное делать может быть услышал все-таки нас вязальщиц о том что она все-таки очень жесткая что приходится ее отпаривать и какие-то делать манипуляции да она помягчала очень прям хорошо приятная стала мягкая особенно вот такая однотонная но она истончалась достаточно тонко стала вязать и если честно не очень подходит под мои комплект такая толщина вяжу я комплекты такие теплые но те кто вяжет тоненькие комплекты для тех конечно подойдет но в одну нить для меня это слишком тонко даже опять же говорю для меня для моего ассортимента это тонковато дальше к этой к этим штанам у меня связалась уже кофта сначала я начала вязать кофту связала ее а теперь начала штаны вязать кофта полностью готова осталось спрятать ниточки оставшиеся и пришить пуговицы также все простирать и от пар и так забыла еще сказать на каких спицах я вижу вижу я в 2 нити на спицах номер четыре с половиной да вот так вот чтобы у меня получалось плотненько все хорошо здесь я отметила булавочками вот такими это у меня идет середина так как этот рисунок как бы вы хорошо не вязали он все равно идет немножко в кость поэтому я отметила здесь середину и здесь видите как он немножко косит в сторону чтобы при стирке я могла ориентироваться вот на такие отметины и когда он будет мокрый и следовательно после стирки я буду его отпаривать и вот в таком горячем мокром виде я его вытяну в правильную сторону чтобы он и на ребенке не косил и запомнил ту форму которую я придам ей при отпаривании также здесь и на спинке у меня есть вот такая отметина чтобы я могла ориентироваться видите как насчет здесь это ровно середина по моим расчетам а здесь здесь расстояние получается здесь меньше здесь больше вот так немножечко косит полотно ну после отпаривания все это уйдет к этим штанам у меня вот такая кофта уже готова очень я ей довольно очень смотрится красиво аккуратно вот этот рисунок и очень мне понравилась идея то что здесь сделать это можно сказать тот же самый комплект который я всегда вижу но застежка здесь вот идет как кофта не как толстовочка а вот здесь вот получается очень даже интересно смотрится и как всегда забыла я обратить ваше внимание вот на такие цветочки пока я выполняла свои заказы навязала у нас пришло такое тепло весна все у нас распускается расцветает и вот такие цветочки первые весенние у нас уже есть это нарциссы живые запах невероятный по всей комнате пока я снимаю поэтому решил и вас вот так вот порадовать цветочками всегда приятно наблюдать за цветами приятно их получать но я бы каждый из вас подарила по цветочку но к сожалению хотя бы так через экран вас порадовать вот так и продолжу насчет кофты кофта у меня тоже идет вот с такими отворотами отворота и тут на вырост здесь я закрывала такой вот как бы фабричный край чтобы у меня получился очень аккуратно смотрится закрываю я иголкой всегда капюшон здесь связан платочной вязкой с отворотом здесь у меня связан двойной рис ну и здесь вот чтобы у меня подходила получается к капюшону здесь тоже идет платочная вязка эта идея не моя эта идея другой мастерицы фотографию мне прислали и с удовольствием я повторила также попросили в комплект не вязать шапку так как уже наступает тепло и шапочка не нужна в этом комплекте будет вот эта кофта штаны и пинеточки вот так тоже я очень рада этой модели так как будет такая еще одна позиция в моем ассортименте будет что-то новенькое здесь пуговички я уже пришел когда все будет готово будут они деревянные с надписью хендмейт ну вы наверное знаете у меня таких много поэтому вот так но думаю в следующем влоге я вам уже покажу вот этот готовый комплект возможно и в конце влоге если он получится не сильно длинные так как сейчас показать мне есть много чего поэтому не знаю успею ли я довязать и показать вам но наверное уже следующем влоге вот так вот в прошлых влогах я показывала вам вот такие штаны когда я их начала там было связано совсем немножечко а где-то вот такие по моему штанинки сейчас они уже готовы уже постиранные вот такие красивенькие стали вот такие отвороты здесь у меня после стирки я их еще не приводила в такой вот вид осталось у меня здесь вставить шнурочек шнурок будет в цвет кофты скорее всего ну как обычно у меня здесь связаны ластовица при бабочки на штанинах обязательно и росток а вот видно его что спинка выше чем перед здесь у меня идет просто обычная лицевая гладь вот такие штанишки у меня и к ним у меня вяжется кофта кофта у меня еще не совсем связано связано только тело и начало капюшона и в таком виде мне пришлось его отложить дабы выполнить заказы но ничего страшного сейчас я все закончу и продолжу вязать так как это тоже такая своего рода новиночка у меня идет поэтому она немножечко больше занимает времени так как получается все таки перевязы как-то надо посчитать перевязать то одно нравится то другой не нравится поэтому в новинках они навсегда так и сейчас я вам тоже кофту покажу и вот такая кофта у меня уже вяжется к штанам здесь вот такие я пустила узоры они подходят к штанишкам вот такой идет узор по штаны такой же я решила повторить и приблизительно вот на этой кофте тоже достаточно интересно смотрится к этому комплекту уже готовы и шапка и пинетки поэтому осталось мне довязать капюшон вот он пока в таком состоянии и рукавчики все будет готово сейчас я даже поищу у себя в ящике шапку и покажу он будет вот таких вот расцветок плюс третий цвет вот такие к нему уже готовы пинеточки такого зелено фисташкового цвета и вот такая вот шапочка и мне очень нравится такое сочетание которое получается вот этих трех цветов очень хочется мне побыстрее его довязать но пока чтобы посмотреть как он выглядит в полностью сборке но пока у меня есть заказы пока не до него к сожалению но все равно я его обязательно обязательно довяжу следующее что у меня вяжется это вот такой кардиган желтый по нему я снимала платный мастер-класс прям даже из такой же пряжи и как раз по его фотографии я кстати вставлю эту фотографию здесь в экране вот такой будет кардиган здесь будут еще кармашки очень мне понравился этот цвет и кстати вот этот вот alize lana gold fine новые цвета которые вышли мятный а такой желтый они достаточно такие пышные ну я думаю что их как-то отбеливают эту ниточку поэтому она становится более такая пожестче и по объемнее но там я не знаю то всего лишь мои какие-то догадки и на производстве никогда не было и поэтому утверждать не могу размер это будет большой я начала с подола только вязать размер это будет как бы не ошибиться 98 по моему тоже идет кардиган на заказ поэтому вот так вот я начала вязать и его сразу и костюмы вяжу я из пряжи как уже сказала alize lana gold fine номер цвета 187 красивый очень цвет такой вот банановый цвет кстати долго его почему-то не было в ассортименте в том интернет-магазине в котором заказываю я и он появился и быстренько я его заказала поэтому скоро будет у нас вот такой готовый еще кардиган размер конечно для меня необычный в основном чаще всего у меня вяжутся вещи где-то до полутора лет это даже на полтора года редко в основном до года а такие большие редко но ничего мерки у меня тоже на это есть на все случаи жизни поэтому вяжем тоже покажу его как он будет у меня продвигаться скорее всего это уже показывать буду я в следующих и начну с того что готов этот комплект быстро я его очень связала как только получила пряжу начала сразу вязать не снимала я как его вижу как что так как я это уже делала в прошлом влоге все показывала это точно такой же абсолютно такой же комплект только размером больше это размер 80 это 9 12 месяцев но за счет отворотов и удлиненного вот этого подола он примерно получается до середины ягодиц за счет вот таких отворотов вполне можно проносить его и больше 12 месяцев поэтому это очень удобно а здесь я пришила две пуговицы как обычно здесь если ее расстегиваешь получается такая широкая горловина и вполне можно без всяких слез хорошо очень удобно надеть на ребеночка через голову капюшон связан платочной вязкой капюшон достаточно вместительный глубокий плюс есть еще отворот его можно вот так вот отвернуть и он будет хорошо защищать от ветра дальше в комплект входят вот такие штаны здесь я немножечко увеличила сам вот этот рисунок а так как те же параметры этого узора получались для этого размера слишком такой мелкий рисунок получался поэтому я добавила вот именно середины и жгута еще петельки и он такой получился крупный а зато этот пропорционально смотрится как и положено на такой размер а то например я много раз встречала что размер растет комплекта а узор остаются такими мелкими и получается уже как-то не тот вид поэтому я поступила вот так здесь у меня вставлен шнурочек здесь связанная резинка полая и внутри вставлены эластичная резинка не тугая ничего сдавливать не будет шнурочек нужен для того чтобы на всякий случай еще мы была возможность подтянуть если у малыша здесь в талии будет широковато меня спрашивали в комментариях какие именно какую резинку я сюда вставляю как найти мягкую и все в этом духе и сейчас я вам покажу я перепробовала много разных резинок попадались мне очень-очень такие жесткие тугие что даже жестко бывало даже для взрослых вещей вот такая у нее была этикеточка но в принципе даже дело не в этикетке ширину я беру 10 миллиметров и длина здесь была 10 метров сам факт даже не в фирме и не в этикетке а в том как выглядит эта резинка не знаю как передаст камера но я попробую ее показать резинки бывают такие старого образца как советские внутри там идет такая как спандекс резинка здесь ее не так сильно заметно я их выбираю вот так вот когда их растягиваешь они получаются вот такой вот с сеточкой и по краюшку идет вот такие зазубринки я думаю видно она такая получается когда растягиваешь получается такая полупрозрачная вот такие резиночки они и держат хорошо и не тугие не врезаются ребеночку в тело очень удобный вот такую я всегда ищу ее даже очень и так вот хорошо видно в принципе я заказываю их на валберисе и даже по фотографии я понимаю какая она на вид на качество здесь как обычно у меня связано ластовица здесь вот хорошо видно здесь есть при бабочки по штанинам по внутренней стороне штанин и есть росток его вот видно то что спинка выше чем перед здесь идет как обычно вот такая лицевая гладь дальше в комплект входит вот такая шапочка тоже это все размер идет на один год вот так вот она выглядит когда будет на малыше здесь тоже я сделала треугольнички и завязочки завязочки такие толстенькие плотные чтобы ничего не врезалась в кожу и последнее в этот комплект входят вот такие пинеточки пинетки в цвет идут кофты пинетки достаточно такие большие получаются так как размер большой здесь у меня нашивки хендмейт так же как на шапке завязочки идут чтобы с ножек ребеночек не сбрасывал и здесь вот такая такой отворот как кольфик тоже дополнительное тепло идет и сейчас уже перед тем как снимать я заметила что здесь я пришила белым цветом нашивку здесь коричневым поэтому а вот эту нашивку я сейчас сниму и перешью тоже белым цветом вот так вот бывает и посмотрела я на фотографии что на фотографии в прошлом комплекте у меня здесь еще внизу нашита нашивочка хендмейт поэтому тоже ее сюда пришью а я тоже не могу так вот от себя менять комплекты когда человек увидел фотографию ему понравился комплект именно в том виде в котором он есть со всеми нашивочками со всеми пуговицами и я просто не могу вот так вот взять и не пришить так как было поэтому обязательно все это доделается хоть это и мелочь но все равно и на этом все влог я свой заканчиваю вот на такую красивую ночь дальше пойду вязать заказы и снимать для вас очередной визуальный влог а вам хочу пожелать всего самого доброго пусть ваши сердца не черствеют несмотря на то что сейчас происходит и всем желаю добра до новых видео до новых встреч и